Вон, ребята, над тем местом, куда мы едем, кружится уже несколько кругов, сделала какая-то хищная птица, то ли коршун, то ли ястреб, вот, и прям кружится, кружится над этим местом. Офигеть просто, как вы думаете, это хороший знак или плохой, мы даже не знаем. Привет, ребят, вы на канале По ту сторону, меня зовут Алена, меня зовут Марта, мы сегодня приехали в ДОТ, это военное сооружение конца 30-х годов, сейчас пойдем посмотрим, что там находится внутри, возможно, проведем эксперимент, вперед. Долговременная огневая точка, ДОТ, иногда долговременная оборонительная точка. Отдельное малое капитальное фортификационное сооружение из прочных материалов, предназначенное для долговременной обороны и стрельбы различными огневыми средствами из защищенного помещения боевого каземата. Сейчас мы покажем вам, как выглядит все снаружи, то есть это обычная землянка, можно так сказать, уже все поросло травой, сверху растут деревья и с левой стороны очень похоже на то, что упала какая-то бомба, был какой-то взрыв, в общем, образовался такой карьер, я не знаю, как это, вот, оболзень какой-то, может быть, был, но выглядит это очень антуражно, на самом деле, немного ужасающе. Вот, покажи, какие деревья высокие, просто обалдеть. Если прислушаться, то даже можно услышать пение птиц. Вот, ребята, сам этот дот, он такой, как землянка выглядит, то есть там мы сейчас поднимемся наверх, потому что вот здесь мы уже проверили, мы не зайдем. Мы сейчас на крыше находимся, находимся на крыше, ой, очень красивое солнышко. Вот такой вот, ребята, лес вокруг, вход нашла Марта, я уже слышу. Ребята, ой, какой он страшный, этот вход, боже мой, он как будто везет в ад, посмотри. Ребята, это вход? Не очень такое зрелище, на самом деле. Просто адский, на самом деле. А второй? А, здесь? Тут, по-моему, просто дырка была. Здесь только если на попе скатиться. Здесь ружье, наверное, кидать. Сейчас мы включаем свет. На самом деле, вот эта вот история мне не очень нравится, потому что здесь очень, скорее всего, будет скользко. Ты видишь лед? Да, 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 там лед. А если там вода? А мы не подумали. А если там вода, мы без галош? Да. Ладно, ребята, будем уже смотреть по ситуации, что там. Свет пока мы выключим. Какой-то звук из леса только что был. В общем, Главное не оказаться в ловушке, на самом-то деле. Сейчас будем пробираться по одной вниз. Так. Я думаю, нужно... Здесь кто-нибудь есть? Надо спросить. Ты слышишь, какие там капли? Там? Вам показалось это справа. Что за звук как будто ходит? Птицы. Я думаю, надеюсь. Топ-топ, ребята, вот. Надеюсь, что там видно. Я сейчас так вот засниму. Вот как вот пробираемся. Спроси. Здесь кто-нибудь есть? Какие-то звуки из леса, бля. А? Жесть какая. Вот, ребята, ты снимаешь, нет? Конечно. Вот, ребята, казалось бы, да? Это просто дот, да? Посреди леса. И здесь, в принципе, никого не должно быть. Но страшно так, как будто мы заходим в чё-то дом. Вот честно. Ну что, ребята, геройски мы преодолели этот ледяной спуск. А теперь добро пожаловать в лад. Как тоже. Надо и будет это наверх потом забереться. А может быть, мы заберем тебя через что-нибудь другое? Нельзя не другое. Давайте. Вот так вот. Ага. Вот тут тоже вот этот скат. А здесь мы заберемся только если... А, ну тут чистую пищу перелазить. Там, ребята, вот этот выход в ту сторону. Ага, да-да-да, кстати. Как оттуда ветер дует. Кто знает, ребята, что это такое? Для чего эти дырки нужны? Это стрелять. Не, ну в смысле стрелять? Ты видишь, что там пусто дальше бетон в дыре? Оттуда вытаскивается ружье. А там человек. И он отсюда стреляет. Если заходят сюда люди, обстрел. Понимаешь? Куда сюда стрелять? Вот, смотри. Тут же земля на двери. Он отсюда обстреливает вход, если что. Ребят, правильно я понимаю? Ага. Я думаю, что правильно. А смысл туда вот изменять? Ну все равно уже вход. Ты же вход не засыпешь. Тебе же нужно выходить, поесть, в туалет. Ну ты же не будешь здесь сидеть в вечность. Какие-то тряпки, смотри. А, это полиэтилен. Понятно. Где-то недобросовестные люди сюда ходят. Но здесь был пожар. Ты видишь, что все вокруг черное просто? Здесь просто молодежь, скорее всего, проводила время и мило это место. И сделала бы ярче свет, очень сильно. Боже, мы сейчас туда будем, да? Опа. Боже, мы сейчас туда будем, да? Какая вся металлическая, ребята. Давай послушаем. Я не знаю, тебя слышится или нет, но как-будто какие-то крики вдалеке. Надо шавку приподнять. Не то, что крики, как-будто разговоры какие-то, я не знаю, или мне это уже кажется, что... Тихо. Ну какой-то такой фиг есть, но мне кажется, что может быть даже тишина. Такая давящая. Ой, блядь. Ой, блядь. Ребята, он огромный. Он огромный этот борт. Борт как воздот. Какая-то просто вещь чья-то. Для чего используются эти крики? Может, ружье вешают? Мы были тут. Только вот непонятно какой у нас. Походу тупик. Ой. А, тут выход как раз-таки вот. К той, по катому входу. Блядь. Шапка. Сними с меня шапку. Положи ее в сумку. Я везде цепляюсь ее. Ребята, пока мы бродим здесь в доте, мы бы хотели вас попросить подписаться на каналы наших знакомых, наших хороших ребят. Все ссылки мы закрепляем в описании нашего видео. Ой, капец какой. Жесть какая, ребята. Офигеть. Жесть. Тут пушка какая-то была или что это? Ребят, что это такое для пушки? Офигеть, я в шоке. И смотри. И крюки. Да. Такие не крюки, но крюки с этими, с металлическими. Офигеть, здесь еще такая, как крюк штука. Тоже крюк. Пипец. Вы видите, это не очень. Так тебе. Пустец. Офигеть. Батарик, сидите, держи. А если мы на секунду останемся в темноте и тишине? Ну-ка. Такое чувство, ребята, что какой-то шепот на самом деле есть. Так не уходи. Если очень сильно прислушиваться. Чтобы зад пришла. Как будто кто-то шумолит, чтобы упал. Если что-нибудь есть? Еще раз. Какие-то шарохи. Главное в таких местах не получить по голове. Так, я думаю, вот здесь мы сделаем эксперимент в этой комнате. Почему-то она мне нравится больше всего. Да? Ну, давай попробуем. В общем, ребята, готовимся к эксперименту. Хотим сегодня провести эксперимент с карандашами. Давно его не проводили. Я думаю, в этом месте у нас, возможно, получится что-то, кого-то вызвать. Так что оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Так, проведем. Дух этого места, приди. Дух этого места, приди. Дух этого места, приди. Ты здесь? Если да, поднимем палочки вверх. И очень сильно я держу, кстати, палочки. Ну, как-то так интересно, да, внутренний вверх. Да, ребята, внутренний вверх. У меня еще выход. Ну, обзор на двери. Я поставила, смотрю на дверь, потому что мне кажется, что сейчас реально зайдет. Спасибо, что ты пришел. Спасибо. Дух этого места. Ты солдат? Ты был солдатом? Давай по-другому спросим. Так, подойди чуть ближе, мне кажется. Дух этого места, это был живым человеком? Ну, ты был человеком в прошлой жизни? Интересно, с кем мы сейчас общаемся. А, дух этого места, ты был животным? Ты был животным? Не упускайтесь на нет, пожалуйста. Ты был животным? Да, нет. А, ребята, какие есть варианты? Оборотень? Ну, нет, ты что? Ребята, ну что, оборотней нету. Подожди, а... Дух этого места, ты из язычества? Ты думал? Может быть, ну странно. А, откуда здесь думал? Ну, давай спросим. Дух этого места, ты домовой? Дух этого места, мы можем к тебе обращаться? Дух этого места, домовой. Хорошо, спасибо большое. Так, у меня есть вопрос. Дух этого места, домовой. Это дот построен на доме, раньше здесь был дом. А-а-а-а, если раньше была деревня? Вот оно что, видишь? Он привязан к этому месту. Здесь домовой, здесь раньше было много домов, это была деревня? Ну, тут, в принципе, недалеко, в скотке двух километров, вот это товарищество собственников. Ну, дача, дача. У меня руки трясутся, как обычно. Домовой, спасибо большое, что ты к нам пришел. Мы тебя не потревожили? Мы потревожили тебя? Калебуются палочки. Типа, мы хотели сказать, да, я не калебу. Понятно. Ну, это ответ да, мы его потревожили. Домовой, извини, пожалуйста, мы, типа, обязательно оставим угощение. Мы не с пустыми руками к тебе пришли. Домовой, ты бы мог ответить нам на несколько вопросов? Прикольно, я не ожидал, что здесь будет домовой. Да, ребята, чего-чего, но домового он тут не ожидал. Домовой, скажи, пожалуйста, ты охраняешь вот этот ДОТ? Поэтому он так, в принципе, неплохо сохранился. Но относительно. Но бетонный нет. Но бетонный, но все равно. Домовой, а к тебе часто приходят? Популярное место. Ну, это видно по надписям на стенах. Очень импульсивно, так как, на самом деле, карандаши я уже давно забыла. Последний раз у ядвиги так вот активно были, помнишь? Ребята, вставим подсказку. Да, давайте посмотрите этот выпуск. Куда-нибудь, 13-е пообщались с духом. Так. Домовой. Здесь во время войны погибали люди? В этом месте именно? Значит, кажется, нет. Да. Домовой, тебе нравилось это место, поэтому ты здесь остался? Домовой, а тебе 200 лет? Прям сразу отвечаю на это. Шокер. Ребята. Мне мурашки такие бегут. Просто, сука, какие-то. Мне того, что холодно, у меня руки горячие. Домовой, а ты помогал солдатам, которые здесь были? Нет. Потому что они разрушили твой дом? Они разрушили твой дом, поэтому ты им не помогал? Они разрушили твой дом домовой? Да. Я думаю, что это может быть в виде сам. Ну, я не сам, да. Но само это эхо войны, видимо. Домовой, подскажи, пожалуйста, здесь есть захоронение? Погибших ребят. Да. Домовой, а здесь водится какой-то дух, живет какой-то дух, кроме тебя, в этом месте? Это дух какого-то солдата? Дух какого-то солдата живет здесь с тобой? Да, нет. Ну, какого-то военного человека, да? То есть, дух какого-то военного человека, да? Да, нет. Ну, ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, что это значит. Думаю, это очень общительнее. Спасибо тебе. Тебе нравится с нами общаться? Да, не знаю. А с тобой за эти годы, с тобой за эти годы кто-нибудь когда-нибудь общался? Или мы первые? А с тобой общался кто-нибудь за эти годы когда-нибудь? Да или нет? Прям круговое вращение. Надеюсь, что ты засняла. Сейчас. Ну, это прям очень интересный ответ. Хотелось бы, да, более расширенное. Так. Тут ушло? Нет, ушло. Так. Учитывая, в каких местах мы бываем, это, в принципе, не вернется. Домовой, здесь были фашисты? Нет. А почему-то здесь не нравились люди. Может, свои, красные, слышишь? Были же партизаны. Это бы... Здесь были партизаны? Нет. Так. Здесь были красные. Интересно в истории домовой, на месте, вот дома где-то жил. Эти хозяева твои, их убили? Домовой, деревню, в которой стоял дом, в котором ты жил, в котором мы там вместе, ее сожгли? Помнишь, подожди, а давай спросим. Потому что доты были построены в конце 30-х годов, это, сейчас подожди. А, домовой, это было во время Первой мировой войны? Смотрите, вот так. Ну да, там же, что же, много миллионов погибло. Да. Ребят, мы вызвали душу, которая здесь жила. Домовой. Сколько? Ну, тем не менее. 200 лет. То есть, он уже встарожил. Домовой, ты старичок уже. Может, по домовому это еще и молодой. Домовой, ты по меркам домовых молодой еще? Да, видишь, очень прикольно. Ну, вообще, я не знаю, домовой, с тобой очень приятно общаться. Да, спасибо, тебе нравится с нами общаться? Ну, конечно, да. Ну, еще раз спросить. Домовой, ты сейчас охраняешь нас, чтобы в нами никто ни причине, ни зла? Ты охраняешь нас сейчас? В этом месте. О, спасибо. Приятно, да. Спасибо тебе большое. Спасибо большое, что ты нас радостно принял, что пообщался с нами. Мы пойдем, не будем тебя больше беспокоить. Да, спасибо тебе большое за общение. Хорошего тебе дальше существования. Существования. Мы тебе ставим конфетку. Мы решили заснять итог уже в машине, потому что мы замерзли. На самом деле, еще мороз. Какой вывод мы можем сделать? Это пиздец, ребята. Мы не могли ожидать, что мы... Ладно, мы могли ожидать, что мы вызовем дух солдата. Ну, мы вызвали домового, ребята. Мы пробовали вызывать домового в беседке. Мы пробовали вызывать домового на заводе. В заводе, да. Никто к нам не приходил. Ну, мы даже вот просто... Духов этого места. Как может быть в вот таком бункере, да? Да, в таком. Домовой. Ну, в общем, вы делаете выводы сами. Мы постарались вам показать эксперимент еще из другого ракурса. Вы также можете его повторить в любом жилом помещении, если не боитесь. Это мы посылаем привет скептикам. Но, но, но. Всегда это нужно делать в хорошем расположении духа. Ни в коем случае не в грустное, не в подавленное настроение. Потому что эта энергия чувствует. Конечно. И когда мы очень подавлены, может это немножко переняться вам. А может даже быть какие-то плохие последствия. Поэтому всегда будьте осторожны. И берегите себя. Да. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok